Сегодня в Министерстве иностранных дел вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Причина вызова в том, что мы столкнулись с совершенно вопиющим случаем. Случай следующий. Гражданин Польши на территории Беларуси совершил ДТП, в котором погибли две девушки-белорусские. В этой связи он стал подозреваемым по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Ему совершенно логично было временно ограничено право выезда из Республики Беларусь. Однако 3 января, чтобы избежать ответственности, этот гражданин попытался покинуть нашу страну и скрыться на территории Польши, но был задержан пограничниками. Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники генерального консульства Польши в Бресте. Более того, делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли. То есть, по сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства. Более того, обретали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей. Совершенно предсказуемо, что такие в кавычках «добрые советы» и «добрые услуги» подставили гражданина Польши под изменение меры пресечения. Действия, такие действия сотрудников генерального консульства прямо нарушают ряд положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Они нарушают белорусское законодательство, белорусские законы, так же, как и законы любой другой страны. Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. Ведь, по сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеющее право, например, посещать закрытое или пенитенциарное учреждение. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более, что в данном случае речь о гибели людей. Искренне надеемся, что это единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. Вместе с тем, мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы. Субтитры создавал DimaTorzok